Вот такой пакет соли в любом из магазинов стоит от 16 до 50 рублей. В гололедицу соль является одним из самых традиционных мер предосторожности, которая сможет уберечь вас от досадных падений и травм в такую погоду. Соль, конечно, осыпать должны коммунальщики. Утро в среду 21 декабря выдалось весьма неблагоприятным. Моросящие дождь уже через считанные минуты образуют ледяную корку. Каждый выход в город словно испытание на ловкость и координацию. Потихонечку иду, на коньках тоже, потому что больше никак. Скользко очень сильно. Я внимательно хожу и стараюсь ходить там, где посыпали песочком. Упала и сломала руку. Только что сняли гипс. Вот хожу теперь в поликлинику на лечение. Не знаю, мягкий зад спасает. Люди падают, потому что в России дворниками работают медведи, а зимой медведи спят. Вот один дворник на весь город вижу. Пол лопаты бросит. И все дела. К слову о лопатах. Вот такой экземпляр мы увидели неподалеку от вышеупремянутого дворника. Работа кипит, инструмент ломается. Городское управление УКХ в свою очередь следит за погодными условиями. С раннего утра все штатные сотрудники спешат сделать тротуары безопасными. В оперативном управлении УКХ в городе Орла 330 тысяч квадратных метров тротуаров. И, наверное, должны понимать, что ежесекундно и в один день мы просто физически не сможем убрать такое количество территорий. За содержание дворовых территорий отвечают управляющие компании, в связи с чем жители города могут обращаться в администрации районов с целью обеспечения контроля их деятельности, а также в жилищную инспекцию Орловской области и в отдел муниципального жилищного контроля администрации города Орла. Капризы погоды – это не только наледь, но и температурные скачки. Минувшие ночью столбики термометра зафиксировали минус 16. Днем же температура в среднем держится на отметке минус 4 и порой доходит до ноля. Отразилась ли непогода на зависимых от метеоусловий горожанах, мы спросили в одном из городских пунктов неотложной медицинской помощи. В настоящее время повышение и поднижение температуры не оказывает влияния на рост вызовов в службу скорой помощи. Оно остается достаточно стабильным. И быстрее всего сейчас подъем вызовов сезонный, связан с увеличением заболеваемости по вирусным заболеваниям. В преддверии праздников стоит быть предельно внимательными. Погодные условия с мелким дождем скачками температуры гололедятся и продлятся как минимум до субботы, докладывают в Орловском гидромедцентре. Погодные условия на территории области определяются циклоном, центр которого находится над Архангельском, а Орловская область находится на южной периферийной части, через которую будут ходить теплые хагодные франты. Поэтому мы ожидаем вот такие погодные условия неблагоприятные для дорожных хозяйств, для водителей, пешеходов в том числе. Чтобы обезопасить себя и провести новогодние торжества в полном здравии, стоит помнить важные правила. На улицах города необходимо выбирать только посыпанные песко-соляной смесью тротуары, не делать резких движений на льду и не пытаться ходить на носочках.